Кто был первый в истории, который исполнял такие важные заповеди, как Маасер, который видел десятину? Интересный вопрос. Мы все стараемся это делать. Интересно, кто был первый, который это делал? Рамб'ам ив Закон им Малакин, Девиата иглова, Парвей, Халаха. Рамб'ам там говорите интересный вещь. Он там рассказывает нам, азапавиде, который исполнял иллюдаи, ищу дода реванья Тора. Он рассказывает азапавиде, который исполнял Парвей, который исполнял иллюбек адам, по его лично инициатива. Что исполнял ночь, по его лично инициатива. И что исполнял и Эбрахам, Ицхак и Ияков. И он говорит, что исполнял Иоанн, который исполнял, инициатива, инициатива, инициатива. Ишнанε. начали в дилит в дилит маасер диситина Яков добавил молитва маирив и добавил запрет есть один сухажили который есть в животный Говорит нам рамбам, эти лудэй он нирбилатакой лубов ксевишнаву Ани нишдали, что бог им скажет, молитис шахарит молитис минхэ, молитис маирив в дилитим меня диситину Ани сам ми панимали, что так надо дилит Ани чуствели большой лубов ксевишнаву И паэтамо, ани малилис, и паэтамо Ицхак виделил первый человек в историю которого виделил диситину Эта диситина так Разве Ицхак был первый человек в историю которого виделил диситину Мефсия знам что не есть совсем так В рамбам према в рамбам пишет Раби Авраам бен Давид Эта аддин из известних мудрецов Катур, ани бобби лименога спорэйс рамбам Он вернулся и ду шавси вишнаву в франця Восим сад, восим сад, ввадцать вагонат амун азад Известный великан каврам авину И говорит ему дзнаешь, авраам Эти четыре которые победили Захватили въезд город с дом И все жители с дом В том числе твоего племеника Лот Когда авраам слушает Проблемы которые существуют у жизни Воплеменика Он собирают свои люди Тристо восемнадцать человек Он отправляется на войну Против эти четыре цари И он победил И он освободил город с дом Освободил своего племеника И что забрал там Как в войне Забрал у них очень много имущества Денги, животные и так далее И там рассказали виттурак Агдая евраам Воззрешаи отца Извейну Местис и волуде И ввосторичаи Тотшино вожай Митчиларек Малки цедек Малки цедек Малек шалем Ктом бил Малки цедек Малки цедек Это бил Шем Син нуах Он жил Долгий год И шоу жил Вгода евраам И он бил Цар шалем Шалемета Йерושלים И рассказали виттурак Вову кухен Лекал Альйон Он считал Цедек Как кухен Как священник Как служитель Катуро Служит Севишнаму Он стричаи от евраам И его солдаты Как билапринит Тедек И хлеб И вину Но что делает евраам Евраам Модиситину Там ният Там написано Ва Ва Имеца Йицхак Вашена Хаи Моя Шеарим Написи Нитак Исабра Лун Втум Гаду Сток Ратно Тора Расказ Ветч То Йицхак Сабрал Своеву Урожай Иом Пасмат Трил Сабрал Утшем Много Пишет Медреш Штов Друг Йицхак Шитал Скол Каим Мин Аккел Грам Он Небу Палуч Медреш Йицхак Хацел Видели Диситина От Урожай Катар Он Сабир Райт Парет Мо Што Безна Скол Ка Диситина Надо Знать Скол Кони Вовсиву Йест И Парет Мо Он Шитал Но В Тора Нит Конкретна Слова Што Йицхак Адал Диситину Сабрал Шве Ица Тагеда Вопрос Как Может Рамбам Ни Обратит Внимание На Конкретные Слова Што Авраам Дал Диситину Малки Цедек И Написат Имена У Йицхак Где Там Ненаписаны Конкретные В Тора Слова Диситина Што Йицхак Он Бил Тот Который Начал Видели Диситину Тем более Вы знаете Существует Разница В Халаха Есть Два Видов Диситина Есть Диситина От Урожай Это Называется Ма Диситина От Любой Прибел Который У нас Есть Не Только Урожай У кого Сейчас Есть Урожай Редки Люди Мы Диситина От Деньги Которые Мы получаем У нас Есть Прибел Мы Диситина Диситина Дайом Богу Йицхак Дал Диситину Тора Нам Рассказывает Такую Диситину Которая Била Толка От Урожай А Тогда Возрешается Наш Вопрос Почему Тогда Прибел От Рамбам Им На Эту Диситина Которые Довал Йицхак Йон Штает Эту Как Пер Диситина Которые Била Сделана В История И Вопшень Смотрит На Конкретной Слова Тора По Поводу Авраам В Пят Том В Книга Ликотей Сихот Лубав Вскей Ребе Дают Нам АТВет Очень Асоби АТВет На Этот Вопрос И В Этого Ответа Есть Слова Которые Должны Действительно Взять Во Внимание И Помнить Каждый День Какой Цель Этой Заповеди Давать Всевышнему Диситину Человек Должен Помнить Все Время Слова Которые Пишет Царь Давид В Тейлим Ла Хашем Ха Арец Ум Луа Эта Земла И Все Что В ней Есть Принадлежит Ему Он Делает Нам Милосердие И Дает Нам Тоже Возможности Что-то Имеет Что-то Зарабатывает Чтобы Мы Об этом Не забыли Что На самом Деле Все Идет От Него Мы Должны Давать Ему 10% От Все Что Он Нам Дает Так Выглядит Это Партнерство 90% Нам 10% Ему Эти 10% Напоминают Нас О том Что Он Нас Главный Партнер Все Что У Нас Есть Все Вишни Управляет Мир В Разных Путей Вообще Он Скритый Мы Его Не Чувствуем Он Создал Законы Природа Человек Сажает Есть Дочь Есть Солнце И Потом Он Собирает Свою Уважань Мы Идем На Работу Мы Делаем Разные Сделки И Мы Заранее Запланируем Сколько Мефклад Сколько Мефклад И У нас Есть Схема Есть Математика И Кажется Нам Что Это Все В Результат Наши Знания Наши Таланты Наши Возможницы Слава Богу Мы Достигли Определённых Достижений В Нашей Жизнь И Мы Потом Должны От этих Достижений Давать Ему Десятину С Его Длинная Длинная Рука Он Испитывал Самый Который Который Выделает Десятина И В Результат Чуда Это Как говорят Маленькая Хохма Это Не Самое Классическое Выделение Десятина Самая Сильная Вера В Бога Это Человек Который Чувствует И Перезнаёт Рука Всевышневу И В Ежедневной Жизни В Каждый Шаг Он Ходил На Работу Он Испитывал Он Благодарен Бога Что Слава Бога Всевышний Семья Мепси Стали Сутра Мепси Сдар Рови Он Нас Всех Рош Настра Ян Он Благодарен Бога Что Он Слав Бога Нахолод Цена Работа Он Он Стретит Какрас Тот Человек Который Он Хаци Стретит Он Неблагодарен Сегодня Накакой Та Асо Бэйчуда Которое Он Испитывал Он Сегодня Не Испитывал Никакое Чудо Обычный Обыкновенный День И за Этого Он Благодарен А именно В этой Обычной Ежедневной Жизнь Он Чувствует Своё чувство Благодарности Вишневу Он Понимает Что Те Деньги Которые Он Зарабатывал Не Через Никакое Чудо Это Не Он Это Только Благодаря Благословения Всевишневу Вот В этом Была Разница Между Десятиной Которую Видел Аврахам И Десятиной Которую Видел Ицрак Аврахам Неспитывал Огромное Чудо Он Победил На Войну Это Не Была Просто Победа Это Были Четыре Царей Которые Они Уже Были Опытные Они Уже Победили Других Пять Царей Это Была Огромная Победа Еще Больше Чем Этого Все Тринадцать Тристо Восемнадцать Солдаты Аврахам Все Вернулись Жив Здоров Мы Знаем Воин Ксажеление Не Бывает Без Жертва Даже Тот Который Победил На Войну Все Равно Он Заплатил Другой Очень Цена А тут Аврахам Такой Идеальная Победа Не Только Что Он Победил Он Еще Возрешается Домой Всего Жив Здоров Аврахам Понимал И Это Мог Понимать Каждого Человека Что Это Не Его Победа Это Его Победа Поэтому Когда Аврахам Стретил Малки Цедек Малек Шалем Аврахам Ксразо Водилай Тиво Диситин Аут Сиво Что Небо Есть Но Yitzchak Он Водилай Диситин Аут Уражай Что Звучит Уражай Представьте Сивья Yitzchak И Волуд Долгей Месец Прям Мас Рассвет Ани Уже Работает Кап Саж Абрабат Патом Сабирает И Думает Этот Хороший Урожай Который Слава Богу Мы Собирали Но Это Результат Нашей Тяжелой Работы Сколько Дней Сколько Часей Сколько Здоровья Сколько Знаний Мы Здесь Вложили Чтобы Дойти До Этот Результат Но Вместе С тем Yitzchak Понимает Нет Несмотря Что Вроде Это Обычная Игра Это Природные Правила Это Мы Сделали То Что Мы Должны Делать И Вроде Б Мы Ждем Сейчас Урожай Yitzchak Понимал Что Это Не Он Но Это Благословение Всевышнего И Он Считает Сколько Сколько У него Урожай Чтобы Знать Сколько Надо Делить Десятина Говорит Рамбам Кто Был Первый Человек В История Который Исполнял Эту Митсва Это Yitzchak Тора Не Ждет От Нас Что После Толка После Чуда Мы Запомним О Бога Что Вся Земла Принадлежит Ему И Он Все Делает Всевышний Ожидает Нашей Благодарности И В Нашу Ежедневную Жизнь Что В Каждый Шаг Каждый День Чтобы Мы Ходили В Синагогу И Сказали Ему Спасибо Что Каждый Прибыль Который Мы Слава Богу Зарабатывали И Чтобы Мы Виделали Ему Десятина И Сказали Спасибо Тебе Что 90% Даешь Нам А Себя Просишь Всеволи Десять Вот Поэтому Классический Пример Для Десятина И В этом Случае Йцхак Поэтому Объясняет Лубавишский Рэбэ Рамбам Пишет Нам Кто Первый Который Начал Виделать Десятина Ма Асэр Это Бил Йцхак Это Пример Для Нас Что Даже Из Каждый День Бить Благодарны Всевишнаву Из Каждый Капейка За Капейка Бить Благодарны Всевишнаву И От Любой Прибел Наш Виделит Ему И Помнит Что Он Главный Партнер И Он Главная Причина В том Что Мы Зарабатывали Эти Деньги Мудрецы И Наши Пророки Сказали Великая Цдака Это Заповед Цдака Она Великая Что Она Ускорит Из Бавлення И Будем Дабавить В Цдака Дабавим Строго Заполня Это Заповед Цвязин Смасер Как Йцеха Квала Цд Нас Пример И Висшни Из Боже Ускорит Из Бавлення Ускорит Прихода Маши На Самый Блежай Шевремя Редактор субтитров